Продолжается наш эфир. И согласитесь, сейчас над брекетами уже никто не смеется. Но все равно они очень заметны, и многим людям это не нравится. Нежелание демонстрировать окружающим процесс своего лечения понятно. Поэтому для таких случаев существуют элайнеры. Что это такое, будем сейчас разбираться. У нас в гостях врач-стоматолог-ортодонт Анастасия Кленток. Анастасия, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что представляют собой элайнеры? Элайнеры — это современный ортодонтический аппарат, съемный. Чем и отличается от брекетов. Появившись совершенно недавно, то есть только в 1998 году появилась первая информация о элайнерах. Только информация? Только информация, да. И только ближе к 2000 годах в Европе и в Америке. Потому что основополагающим разработчиком именно этого аппарата явилась Америка. Стали использовать в клинической практике эти аппараты. Элайнер представляет собой капу индивидуальную, которая печатается по модели или 3D-скану зубного ряда пациента. Большой проявляется сейчас интерес к этим аппаратам, потому что они съемные, что позволяет пациенту очень хорошо ухаживать за полостью рта. Потому что эту капу можно снять, хорошо вычистить зубы и хорошо вычистить капу. Ну и, соответственно, далее ее одеть. В отличие от брекетов, когда брекет – это несъемный аппарат, он зафиксирован на каждом зубе, и пациенту достаточно сложно ухаживать за полостью рта вместе с брекетами. То есть это нужно делать, но занимает, причем очень детально нужно делать, но занимает достаточно много времени. В отличие от того, когда пациент носит элайнеры. А эффективность элайнеров такая же, как и у брекетов? Нет, эффективность аппарата до сих пор находится каждый год, то есть аппарат дорабатывается. То есть существует уже достаточно много компаний, которые имеют какие-то свои особенности от предыдущих элайнеров, которые ранее печатались на 3D-принтере. Но сложную патологию на элайнерах лечить не всегда возможно, когда, например, нужно ортодонтическое лечение и ортодонтическая хирургия при очень тяжелых ортодонтических патологиях, когда помимо врача-ортодонта в лечении еще участвует и врач-стоматолог, челюстно-вицевой хирург. То есть такие клинические ситуации элайнерами не лечат. А кому подходят элайнеры? Элайнеры подходят, когда у пациента незначительный поворот зубов, незначительное сужение челюстей. Элайнеры будут хорошо отрабатывать. А время ношения? Все считают, что элайнеры гораздо нужно меньше носить, нежели носим брекеты. Но на самом деле по срокам лечения получается айтентично. То есть что легкую клиническую ситуацию мы будем лечить на брекетах полтора года, что и носить элайнеры полтора года. Единственное преимущество, так как это план 3D, то есть мы изначально, когда вносим в базу, пациент может видеть, как у него с каждым этапом будет меняться положение зубов. То есть, образно говоря, начиная свое лечение, он понимает, что у него будет во рту через полгода, потому что он наглядно все это видит. И какой он получит результат на конец ортодонтического лечения. А почему с брекетами это так не работает? С брекетами так не работает, потому что с брекетами пациент не вносится в базу, где непосредственно считывается каждый зуб и меняется его положение зуба. То есть там уже непосредственно работает мозг врача. То есть это невозможно предугадать итоговый результат? Нет, итоговый результат возможно предугадать, но визуально показать на брекетах пациенту невозможно. С элайнерами это возможно. Но мы знаем, что перед установкой тех же брекетов человек проходит целый подготовительный процесс. Там, например, удаление зубов мудрости, удаление кариса. Нужно ли так готовиться перед установкой элайнеров? Да, перед установкой элайнеров тоже требуется подготовка. То есть вы приходите на консультацию к врачу-ортодонту. И да, ваша клиническая ситуация подходит под лечение на элайнерах. И врач-ортодонт говорит вам, что для того, чтобы прийти на следующий этап, то есть для получения моделей зубов, необходимо удалить зубы мудрости, если таковые имеются и лежат неблагополучно в костной ткани. То есть, соответственно, для того, чтобы понимать, нужно удалять зубы мудрости или нет, делается КЛКТ, то есть 3D-снимок, по которому врач понимает о необходимости удаления зубов мудрости. И оценивает состояние полости рта и при плохой гигиене. То есть обязательно делается профессиональная гигиена полости рта и лечится весь кариес. То есть по факту эффективнее все равно остаются брекеты, да? Единственная разница просто, что элайнеры более эстетичные выглядят. Да, они выглядят более эстетично, более, то есть для людей, к примеру, которые вынуждены уезжать в длительные командировки, сотрудничество врача и пациента гораздо проще, потому что с брекетами к врачу нужно приходить на прием в зависимости, опять же, от брекет-системы, раз в 6 недель, раз в 8 недель. С лайнерами, то есть мы пациента можем отпустить на полгода, и имея, да, как бы личный кабинет пациента, то есть врач может следить отдаленно за этапами лечения пациента. Новая технология. Удобно. Да, удобно. Поэтому если клиническая ситуация подходит для лечения на элайнерах, это очень хороший аппарат, потому что позволяет, ну, то есть не быть зависимым друг от друга пациента и врача. Ну, вы знаете, Анастасия, есть же такое мнение еще, что после снятия брекетов или тех же элайнеров прикус вновь искривляется и портится. Как сохранить в таком случае правильный прикус? И правда ли вообще вот это мнение об этом? Ну, действительно, бывают ситуации, когда ухудшается положение зубов и прикуса после ортодонтического лечения. С чем это связано? Первый вариант, который может быть изначально перед ортодонтическим лечением, ортодонт обсуждает с пациентом, что невозможно достичь идеального прикуса. И пациент на это соглашается, понимая, что у него будут ровные зубы, ну, там, к примеру, незначительное нарушение прикуса останется, но, к примеру, верхняя челюсть чуть-чуть будет впереди по отношению к нижней челюсти. Тогда это не считается, как бы, потерей результата после того, как пациент относил брекеты. Но зачастую, как бы, ортодонт стремится к тому, чтобы у пациента был идеальный и прикус, и положение зубов. И для этого делается максимум. Да, и снимаются уже брекеты, когда действительно все идеально. То же самое и касается элайнеров. Но очень важно после ношения брекетов, элайнеров закрепить достигнутый результат. То есть это так называемый ретенционный период после активного лечения. Что на элайнерах, что на брекетах? А что это? Что на себе приступает? Значит, после того, как сняли брекеты, назначаются ретенционные аппараты. Это могут либо быть капы, либо могут быть специальные такие несъемные проволочки, которые клеятся изнутри зубов. То есть брекет у нас стоит снаружи, а проволочки фиксируются изнутри зубов. Они как бы держат зубы и не дают им сместиться обратно в свое прежнее положение. Но бывает так, что пациент устал, ему он относил брекеты, и ретенционный период всегда в разы дольше, чем пациент носит брекеты. То же касаемо элайнера. Но это как-то мешает? Ну, это доставляет дискомфорт, но, наверное, уже не такой, как при ношении брекетов. Поэтому очень важно после того, как сняли брекеты, поставили ретенционные аппараты, не забывать приходить к врачу на контроль раз в полгода. Ну и, соответственно, в зависимости от вида ретенционных аппаратов, если это как бы съемная капа, то не забывать ее каждую ночь одевать. И помнить, что если срок ретенции согласно плану лечения 3 года, значит, четко эти 3 года нужно его выдержать. Соответственно, спустя 3 года можно снять все ретенционные аппараты и уже всю оставшуюся жизнь наслаждаться красивой улыбкой. Элайнеры. Когда относил пациент последние капы, да, элайнеры, ему, опять же, назначаются ретенционные капы. Те же элайнеры, только уже которые будут держать, достигнут результат. Тоже, если элайнеры носятся 22 часа в сутки, то когда мы закрепляем, достигнутый результат, элайнер будет одеваться только на ночь. И таким образом мы будем держать, достигнутый результат. Спасибо большое за вашу рекомендацию. Мы напомним, что сегодня у нас в гостях была врач-стоматолог-ортодонт Анастасия Кленток. Хорошего вам дня. Спасибо большое. Взаимно. Субтитры создавал DimaTorzok